Сергей, вы говорите про то, что спутин сподівается на то, что захід втомится, так? А вот то, что мы маем и вы бачите на сегодня, чи захід втомился уже, чи не? Какое там он втомился? Он там увеличивает производство боеприпасов, техника там кораблями идет, да, в Германии там в порту места нет, негде уже эти абрансы с Брэдли ставить. Куда он там, от чего он там утомился? Ну, это же просто смешно. Нет, конечно. Наоборот, как мне кажется, Запад сделал ставку, он все окончательно убедился в том, что Украина выстояла, теперь нужно Украине дать победить. И нельзя замораживать конфликт. То есть партия условно ястребов на Западе победила, которая вот хочет, чтобы России нанесли тяжелое поражение, чтобы ее ослабили до уровня там какой-нибудь африканской страны, только очень большой, и чтобы ее выключили из мировой политики так лет на 30-40-50 ближайших, чтобы она вообще не была субъектом мировой политики, и чтобы она вообще там была где-то на обочине цивилизации, торговала своим газом, вот сколько ей разрешат, и нефтью, и летом. И все. Единственное, я, конечно, понимаю, что сейчас Запад очень сильно ждет результатов вот от украинского наступления, да, вот было это высказывание Петра Павла, который президент Чехии, да, Петра Павла, я не знаю, как его правильно склонять, вот он сказал о том, что это последний шанс для Украины. Он это, конечно, сказал так очень как бы это жестко, его там захейтили все, там обгадили с головы до ног, но он в сущности-то прав. То есть сейчас от успеха этого контрнаступления будет очень сильно зависеть продолжение дальнейшей помощи Запада. Если это наступление достигнет своих целей, если Россия понесет в ходе этого наступления тяжелое поражение, все, да, тогда Запад поймет, все, вот давайте будем эту историю заканчивать, еще дадим Украине там танков, пушек, самолетов, и уже как бы эту историю завершим на границах 91-го года. Он сказал, у Украины будет одна спроба контрнаступа, самая одна. Подачи какие стоят, а стоят они, я не знаю, какие, это генеральный штаб ВСУ знает, но мы тут можем как бы попредполагать, да, то есть если она прорвет фронт, выйдет к побережью Азовского моря, отсечет Крым, нанесет тяжелое поражение российским войскам, продвинется на других направлениях, то это будет означать вот такой безусловный, однозначный успех. Все, вот теперь и это создаст уже предпосылки для следующего наступления, уже окончательного и бесповоротного. Я полагаю, он вот это имел в виду, если он, конечно, это имел в виду, и может он там выразился просто не очень. Сергей, вы в себе в телеграм-каналі пишете про то, что амбицийный план Кремля у 400 тысяч набрати контрактників, немае ничего спільного с реальностью, им не вдасться набрати навіть 40 тысяч. Дивіться, згідно с данными Генерального штабу, уже загиблими, больше 170 тысяч окупантів, так, є. Скажите, пожалуйста, ну а чому тогда не вдасться набрати, ну мы же понимаем, что в России, ну, людского ресурса много, чему вы считаете, что Путин не сможет набрати 400 тысяч контрактників? Контрактниками не удастся, добровольно сейчас туда уже никто не пойдет. Не, ну найдутся дебилы, конечно, которые пойдут, которым там пообещают золотые горы, там квартиру, не знаю, там есть же эти листовки, я у себя в канале выкладывал, да? Да, выплата единовременная, там, 200 тысяч рублей, звездочка, а внизу мелким шрифтом, при подписании контракта на год. Какой год они там неделю живут на передовой, это в лучшем случае, там, квартира, но через три года, там, а через 20 лет квартира, там, высшее образование, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, кто вот на эту вот шнягу поведется вообще, кому это все интересно сейчас? У них в первой волне набора добровольцев, не мобилизации, набора добровольцев, помните, когда они набирали, там, третий армейский корпус, тоже такая помпа была, вот сейчас третий армейский корпус, ударный кулак, там, новейшие вооружения, там, пятое, десятое, все тоже. Они кое-как там набрали 12 тысяч человек, это не корпус, это дивизия, вот, и в итоге этот корпус вообще испарился, его просто никто не знает, куда он вообще делся. Так это было тогда, когда казалось, что у них есть какой-то успех, когда они продвигаются, вот Херсон наш, вот мы уже тут Киеву подходим, да, мы уже там в Северодонецк, Крестичанском захватили, там, пятое, десятое. А сейчас-то какое там, когда на кладбищах уже мест не хватает, и все уже там прекрасно все понимают. Там они верят по-прежнему в НАТО, конечно, да, это вопросов нет, и в нацистов, и то, что вы там детей едите, и бог знает еще во что они, в какую дети не верят, но при этом они понимают, что война идет настоящая. Никакого успеха там и близко нет, и что там вообще полное, абсолютное задница на проник. И кто же там пойдет на добровольной основе. А из этого уже можно сделать вывод, что им придется проводить вторую волну мобилизации, в ходе которой, да, они там смогут набрать там какое-то количество человек. Но это будут не добровольцы, это будут мобилизованные, и с известным результатом, да, придется там всех убивать, а что с этим поделаешь. Ну, вы же к себе не приглашали, сами пришли. Сергей, Американский институт вивчення війни пише про те, что у наступи на Авдіївку наразі задеяні елітні найменці Вагнера. А чи можно взагалі на сьогодні вважати, що у Вагнера є, скажімо так, ці елітні підрозділи, враховуючи, що вони там, ну, вони ж потрапляють на фронт, ми розуміємо, що вони там гинуть пачками, скажімо так, так, і, тобто, який бойовий досвід, там, ну, два-три тижні, можливо, складає, так, а потім вони залишаються у наших посадках. Тоді чи можна вважати, що вони, що є там якісь елітні підрозділи, і чому ви вважаєте, що наразі ворог, ну, ми бачимо, засереджує свої зусилля, так, на Авдіївці? Це тому, що вони не можуть взяти Бахмут, тому ви решили, можливо, спробую взяти Авдіївку? Ну, почему вони выбрали Авдіївку, я не знаю, хотя, давайте напомним географию, Авдіївка – це пригород Донецька, правильно? Насколько я понимаю, да? То вот вони, значит, уже год с лишним беруть пригород Донецька, там, в ході этой так называемой специальної воєнної операції. Почему Авдіївку, не знаю, наверное, там, это їм даст якісь тактические преимущества, там, може быть, там, отодвинет, не знаю, украинську артилею, там, да бог его знает, какие у них там в головах эти цели, я, вот честно сказать, не очень понимаю, как у них вообще там все это строится, вот. Но, что касается Вагнера, у него есть такие, ну, костяк, как бы, профессиональных таких наемников, вояк, да, которые, там, в Африке воевали, там, в Сирии воевали, и на Донбассе воевали до полномасштабного вторжения. Ну, их, я полагаю, что немного. Говорили о цифре, там, 1200-1500, но это не то количество, которым можно изменить ход войны. Да, где-то на каком-то очень локальном участке они там могут, как бы, добиться какого-то ограниченного успеха, вполне это допускаю. Но так их тоже тратят в боях, их же тоже убивают. Вот. А зэки эти вагнеровские, это же в чистом виде расходник, это как, вот, ну, не знаю, как туалетная бумага, да, их тратят там просто вообще не глядя сколько. Ну, и вот уже сколько их там поперетратили, я уже даже не знаю, там, никто толком и не знает. Там есть какие-то данные просачивались про потери частных военных компаний, но я не сильно верю в их правдоподобность. Мне кажется, там просто чудовищные потери, особенно если учесть, что Вагнер использовали-то как раз в Бахмуте, на самом таком вот горячем направлении. Субтитры создавал DimaTorzok